Добрый вечер! В Гомеле мероприемства, присвеченные 27-й годовине, выводу советских войск из Афганистана, распочались акции «Запали свечку памяти» у Кафедрального собора святых апостолов Петра и Паула. До акции долучились и другие православные храмы в области. Люди приходили и ставили свежки в память об загинувших в Афганистане войнах. Даредшие больше 700 белорусов, в Тымлику, 121, у Раджанец Гомельщины в той войне застались на поле бою. Представники шматликих организаций поделяют боль с теми, кто стратил на этой войне своих близких, а так само поддерживают ветеранов, которые переодолели все тяжкости и вернулись домой живыми из Афганистана. Вместе с председателем областного фонда мира Тимофеем Ивановичем Глушаковым мы посетили инвалидов первой группы, решением правления фонда мира, им оказана материальная помощь. Мы посетили все до единой могилы, где похоронены наши ветераны. Такие же посещения везде в районах проходят, встречи в трудовых коллективах проходят и так далее. Поэтому мероприятий очень много. Шмат людей, ка бушановать память загинувших, собралися или мемориялу воинам-интернационалистам. Горыш от низворотных страт объеднала разом представников разных поколений. Сюда пришли не только те, кто выполнил интернациональный долг и семьи, которые стратили на войне самых дорогих и близких людей. Але и представники органов УЛАД и громадских организаций объединения так само простые горожане. По час мероприемства нашлися добрые и ширые слова подяги для каждого героя. К сожалению, 14 наших земляков не вернулись в город Гомель из Афганистана. И, конечно, для живых, кто вернулся оттуда живыми, это, безусловно, день праздничный, но, конечно, праздник это со слезами на глазах и с тяжелым грузом на душе. Традиционная хвилина маучанья и в складании вянковых кветок до мемориялу воинам-интернационалистам. Митинг-рэквием и святый день смутку одночасово. Светлая память загинувшим и повагатым, кто застался у живых. Сегодня у Гомельской области проживая каля 3800 воинов-интернационалистов, які примали удел у локальных военных конфликтах за межами нашей родимы. Каля 3600 з'их – это ветераны войны в Афганистане. Яны еще не сидят на месте и мкнутся активно удельничать у патриотышном выховании подрастающего поколения. Я хотел бы сказать и поблагодарить воинов-афганцев, которые всемирно стараются быть в обществе полезны. И мы видим, что они приходят в коллективы, встречаются с молодежью, что радует, что молодежь слышит, что молодежь интересуется опытом старших товарищей. Протягнулись и мероприемства концертом-рэквием у Гомельским городским центром культуры. И каждое слово, якое гучало со сцены, кранало присутных до глубины души. Горячые окропки показали, что солдаты и офицеры, які обороняли безопасность и интересы родимы за ее межами, достойные своих батьков и дядов, які перемогли фашизм в годы Великой Айчинной войны. А тому память о падеях у Афганистане так само будет жить вечно у сердцах людей. Вероника Ворошилина, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. В ближайший час будет принята новая державная программа по переодолюванию наступства катастрофы на ЧАЭС. Проект программы, сгодненный с усими затекавленными боками, накерованный у Совет Министров. Такая информация была огучена на коллегии департамента по проблемах переодолювания наступства катастрофы на ЧАЭС. Про выники реализации мероприемцев по передней программе о потерпелых регионах Гомельской области наш наступный материал. После аварии на ЧАЭС на державном узровне была принята концепция по безопасным проживанию на забрученных территориях. Згодно с еею были приняты два законы – об социальной безопасности граждан, а так само правовым статусе забрученных территорий. Кожные пять годов принимается державная программа по развитию таких регионов. У сукупности у всех это дозволяя иметь неоценный опыт по переодолюне наступства аварии. Мы в состоянии справиться с этой бедой, регулируем все процессы, которые происходят на этой территории, с таким расчетом, чтобы минимизировать последствия, неблагоприятные последствия для здоровья населения, которое проживает на этой территории. Что год у межих державной программы на переодолювание наступства аварии накеровываются серьезные сродки. По крайней межею это 235 млрд рублев. Значная частка из них накеровывается у Гомельской области. Разом с другими крыльницами финансирования, агульная сумма, призначенная на поддержку потерпелых регионов, достигает 2 трлн рублев в год. Что позволило нам в полном объеме обеспечить предоставление год, питание, защитные мероприятия в агропромышленном комплексе. Порядка 600 млрд рублей было направлено на капитальное вложение, что позволило нам продолжить строительство жилья сельскохозяйственных объектов, назначение медицинских объектов. В целом по Гомельской области мероприятия были выполнены запланированными в полном объеме. Подчас коллегию в департаменте по проблемах переодолевания наступства катастрофы НЧС и шла говорка и про ближайшие 5 годов. Потримка сбоку державы таких регионов застанется на довольно высокем узровне. Проект государственной программы сегодня со всеми заинтересованными согласован, и он находится в Совете Министров. Мы ждем в ближайшее время его утверждения. Уже программа на 16-20 годы. Правда, новый проект программы будет крыху отрозниваться от ранейших. Плануется больше ваги надавать пытаниям развития экономики потерпелых регионов. На думку специалистов, в ближайшие 10 годов программа повинна быть накирована на протягнении инвестиций у реальный сектор экономики. Для того, как потерпелые районы имели свое развитие, треба створать новые рабочие места, а для этого открывать новые сучасные вытворчасти. Евген Пабалавец, Вольга Вальшенко, Дмитрий Радзянко, телерадио-компания «Гомель» из Минска. Профсоюзы нафтогазохимичной Галины Беларуси и России обмерковали у Гомеля новые накерунки супрационництва. Поча сегодняшней встречи, размова вышла у приватности об измацнении информационной работы сяручленов профсоюзов и обороне интересов работающих. Олег Синтюров потекавился под рабязностями. Региональная встреча профсоюзных организаций нафтогазохимичной Галины Беларуси и России отбывается не вельми часто. В прошлый раз представники Гомельского областного совета Белхимпрофсоюза со своими коллегами с ГАЗХИМБУД профсоюза сусоркались на проконце 2014 года. Меж тем, у боков сопрады есть, чем поделиться. Гомельскую встречу можно отличить одним из этапов подготовки до запланованного на червень этого года саммита Министерства працы Союзной Державы. Мероприемства в угле традиционные, а ле селита у его программе. В першиню продовольжена профсоюзная секция. Механизм регулирования социально-працовных относинов по Беларуси и России уж мать чем подобны. А тому и на прасовке кожного сбаков уявляюць огульный интерес. Прасовники России после опошнега наведывания Гомеля, например, увели у практику онлайн-навучание своих специалистов. Организовать занятки у Сибири, кажуть, экономично затратно, с выкарстанием интернету, гэта куды боштанна. У свою чаргу россияне, готовые поделиться напрасовками у сферы удокладнения списов небеспечных профессий, сегодня у нафтогазохимичной галинеи Российской Федерации до 60% льготников, а ли реально умовые працы оценивались 10 годы тому. Он далеко не совершенный, но тем не менее это какой-то некоторый выход, который позволит найти какой-то здоровый баланс. Между теми, что действительно нужно платить людям реальные, зримые компенсации, потому что они работают в сложных условиях, вредных условиях. Ну и, соответственно, сокращение тем профессиям, где уже развитие технологии привело к тому, что фактор вредности не столь очевиден. И еще одна тема для огольного обмеркования – информационная работа с членами профсоюзов. Причем разговоры не только по предоставлению известных об деятельности организации. У России, например, без коллективного обмеркования членами профсоюзов, не принимается ни один новый проект, законодавчий акт, особенно социально значный, затекавила белорусов. И практика распроцовки коллективных договоров вельми верогодно, что нечто российского опыта будет укороняться и у нас. Их опыт в этом бесценен, бесценен будет для нас, потому что действительно схожие профессии, схожие методы выполнения работы для членов нашего профсоюза, для членов профсоюза, которые работают действительно в непростых производственных условиях. Олег Сентяров, Игорь Марыченко, телерадио «Компания Гомель». Залет передовиков народной господарки отбылся у Добруши. Усех, кто по вынеках минулого года досягнул поспеха у своей працы, были отзнашены дипломами и подарунками. Какими перемогами сегодня гонорация Добрушани доведался Дмитрий Котов. У палацы культуры одразу на воходе отшувается святочная атмосфера. Познать переможца у районного споборництва не складано. У кожного стушка передовика. Гэтые люди унесли значный уклад у социально-экономичную стабильность своего региона. Запленную и самоданную працу их невыпадково называют герои нашего часу. Сирот передовиков – медики, наставники, будовники, социальные работники, а так само представники агропромыслового комплекса. Это очень хороший стимул для дальнейшей работы и в этом году, и в следующем году. По крайней мере, мы почти каждый год поднимаемся на сцену по различным показателям. Было по производству молока, по производству мяса, по производству кормов. Смотря в каком году, где были лучшие показатели. Зразумело, особные слова подяки подчас урочистого концерту накированы у адрес аграреев. Не глядяши на складанные умовы на дворья, и они практически повторили выники 2014 года. Добружский район – другий на Гомельщине по урожайности зерневых. Тут собрали больше, как 40 центнеров с гектара. Улик лепших увайшли и по огольным намолоте. Досягнуты показчик у 100 тысяч тонн. По одновлении статка – первые у регионы. Своими выниками у целым Добруша не задоволены. Однако упевнены, как быть сярод лидеров, необходимо за все дыставить больше складанные задачи. 6 тысяч недополучили к 2014 году зерновых колоссовых, но мы компенсировали кукурузой. Кукурузу на зерно убрали и перешагнули 100 тысячный рубеж. Но вообще мы ставим перед собой задачу иметь 100 тысяч зерновых колоссовых, а затем больше 100 тысяч добавлять уже зерном кукурузы. И я верю, надеюсь, что Добрушскому району, кадрам Добрушского района это поключу. Традиционно наурашистости запрашают гостей суседних регионов России и Украины. На этот раз приехали делегации Климовского, Злынковского, Новозыпковского и Шарниговского районов. Обмен опытом, учиться в Белоруссии, очень хорошие опыты по вопросам животноводства, растерноводства, как в Белоруссии хорошо работает в детском хозяйстве, в другой отрасли. Это есть поучительное, хотя и у нас есть много чего поучиться, но мы больше берем опыты белорусов, потому что не надо терять хорошее, надо его набивать, добиваться, брать опыты. На 2016 год поставлены новые, больше складанные и отказные задачи. Однако же хоры Добрушского района ни одной че доказывали, что и они – працавитые и метанакерованные люди, сдольные покорить любые вышины. Дмитрий Котов, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Добрушский район. Эпидемичная ситуация по захворыванию на гриппы и острые респираторные захворывания на Гомельшине начала поляпшаться. На минулом тыдне колькать захворылых снизилась на 11%. У абсолютных лишьбах это коля 20 тысяч человек. У целым на минулом тыдне размешение колькать людей, которые взвернулись за допомогой у медицинских установок, означалось в 16 районах в области. Невеликий рост по кольце фиксованы только в Ельском, Мазырском, Калинковицком, Хойницком и Петрковском районах. Что тышится эпидемичного порога, то в этом году ее не был перевышен ни в одном из районов. Сярутых, кому поставлены диагноз в острые респираторные инфекции и грипп, 65% у детей. Сгодно с прогнозом специалистов Гомельского областного центра ГИЭН эпидемиологии громадского здоровья, в ближайшие дни можно шакать дальнейшего снижения у здоровья захворывания. Может быть, это снижение не будет таким резким, оно будет плавным. Где-то может быть снижение по 3-4 тысячи за неделю. По часу выниковой коллегии Управления спорта и туризма Гомельского облаконкама назвали первоможцу областного огляду конкурсу по подрыхтации спортивного резерву и спорту высшейших досягнений. По выниках минулого года Гомель стал лепшим в группе городов. В 2015-м 10 гомельчан отримали звание майстров спорта международного класса. 65 майстров спорта, больше 200 кандидатов у майстры. У лику 10 лепших тренеров в области 5 гомельчан. У десятку лепших спортсменов в области трапили 3 простонники Гомеля. Пятиборка Катярына Орол стала серебранным призером чемпионату Европы и первоможцем Кубка Свету. Оксана Петрушенко завоевала пачатыры золотые и серебранные медали чемпионату Свету по плаванні сярод инвалидов. У скорбонцы плывца Яугена Цуркіна серебра и две бронзы чемпионату Европы. А так само полный комплект узнагород Сусветной универсиады по плаванні. Выником работы в минулом году стало и завоевание лицензии на удел у летних олимпийских гульнях у Рио-Де-Жанейро. Четыре лицензии у нас уже есть. Семнадцать спортсменов являются кандидатами на участие в олимпийских играх у Рио-Де-Жанейро. Завоевание лицензии продолжается, а по результату уже будет видно. Новинные регионные информацию о проектах телерадо-компании Гомель вы можете знайсти на нашем сайте и интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуске завершено. С тудой працавала Маргарита Шибукова. Усего доброго и до встречи у эфира. Редактор субтитров А.Семкин